Сегодня мы разберемся с тем, что такое корни из единиц, какова группа Гулуа, поле, которое получается, когда вы присоединяете там в какой-нибудь корень из единиц, и, надеюсь, что еще успеем поговорить о том, какова же группа Гулуа произвольного уравнения вида х в степени n равно а. Его в книжках обычно называют двучленное уравнение. Но имеется в виду, что есть х в степени n, и имеется в виду есть какое-то конкретное число. Вы можете только от корня n-ной степени... Так вот, давайте все-таки начнем с вещей совсем простой. Что такое многочлен деления круга? И какова степень расширения, когда вы в поле национальных чисел добавляете корни n-ной степени из единицы? Напоминаю, что когда у вас есть система корзинат, и когда у вас есть произвольная точка, то у нее есть так называемый аргумент и модуль. Модуль – это расстояние от начала координат до этой точки. Аргумент – это угол между положительным направлением осья абсцесс и направлением на эту точку. Если у вас есть какая-то, давайте обозначим точка z, если у вас есть какая-то другая точка, то естественно у нее есть свой аргумент, какой-то угол psi, и свой модуль, давайте его обозначим при большой. Так вот, господа, произведение комплексных чисел имеет аргумент фи плюс пси и модуль r умножить на r. Давайте я напомню, как это записывается формулой. То есть, если z – это r маленькая косинус фи плюс r маленькая синус фи, только вот это умножить на i в знак того, что это откладывается по оси координат, то произведением этих двух комплексных чисел называют число. r маленькая, r большое, косинус, я уже сказал, да, аргумент складывается, ну, складывается фи плюс пси, и модули перемножаются, значит, здесь будет i умножить на произведение модулей на синус фи плюс пси. В принципе, можете считать это определением. Один из самых быстрых способов объяснить, что это комплексное число – это не рассказывать об расширении, о том, что множество вещественных чисел содержится в множестве r с присоединением i, да, то есть, когда вы факторизуете кольцо многочленов по x квадрату плюс один, а, пожалуй, даже более быстрый способ состоит в том, чтобы вот так вот рассказывать геометически. Комплексное число задается модулем и аргументом, при умножении модули умножаются, аргументы складываются, а сумма комплексных чисел определяется просто-напросто по правилам килограммы, а именно надо сложить соответствующие веточные, выходящие из начала координаты. Здесь по геолограмме возникает модуль равен единице, а аргумент равен единице. Вы посмотрите, единицу на что не умножая, число от этого не изменится. Дальше, что нам нужно? Обратное. Ну, это понятно. Для обратного числа модули – это единица делить на модуль, а аргумент – это взять синус аргумента. Так, почему выполняются естественные законы, типа А плюс Б равен Б плюс А, коммутативность, или ассоциативность А плюс Б плюс С – это А плюс Б плюс С. Ну, это должно быть, как все это выполняется. Для умножения тоже понятно, что ассоциативность выполняется, потому что отдельно равняем с аргументами, отдельно работаем с модулами. На самом деле, интересная вещь – это почему, когда вы умножаете комплексное число на сумму двух других комплексных чисел, почему выполняется закон экстремитивности. Z умножить на В плюс В – это ZV плюс ZVV. Очень просто. Вот представьте себе, что у нас есть вектор В и еще какой-то вектор В, какой-то комплексный число В. Тогда их сумма объявлена по правилам регулярных. Посмотрите, пожалуйста, что на самом деле такое умножение на Z. Умножение на Z прибавляет к аргументу величку Фи. Это значит поворот на угол Фи. И умножение на Z все модули, то есть постоянные начали, как знатки, умножают на число R. Умножение на Z – это поворот на Фи и растяжение R в маленький раз. Ну, замечательно. Если у вас здесь был правилограмм, вы повернули на угол Фи, правилограмм перешел в правилограмму. Потому что при повороте правилограмм переходит правилограмму. И все растянули в R раз. Прилограмма тоже пришла в правилограмму. Значит, действительно, действительно. Я уже не буду дальше подробно это рассказывать. Проще всего это в любой книжке. По теории комплексных числов есть очень много хороших книжек. В том числе у Алексеева это все хорошо написано. Ну, в общем, я знаю, много есть о хороших местах. Вот, узнать это лучше про какой-нибудь книжке. То есть главное – комплексные числа есть. Давайте теперь подумаем, в каком случае комплексное число, когда ее распределить в данную пустельку, даст нам единую сумму. Очень просто. Для аргумента должно быть выполнено такое равенство. nфи – это должно быть сколько-то раз 360 градусов. То есть я их пишу. nфи делится на 360 градусов. А для модуля должно быть очень просто. r-стегмента 2 единицы. Ну, поскольку модуль – это обычное положительное вещественное число, то r просто должно быть равно единице. А аргумент, если умножить на n, это будет 360 градусов, то есть сколько-то, значит, для аргумента есть следующие варианты. Это или 360 градусов разделить на n, или 2 раза 360 градусов разделить на n, или 3 раза 360 градусов разделить на n, и так далее, и так далее, или n раз 360 градусов разделить на n. Только если я еще раз напишу даже не n, а n плюс 1, то это будет ровно вот эта точность. И вообще, корни n степени из единицы, это в точности вершины правильного n-гольника, вписанного в окружность радиуса 1. Вот сейчас я вам рисую картинку корней 6 степени из единицы. Вот их 6 штук. Здесь вот угол у нас 60 градусов, это число это 1 вторая плюс и корней из 3 пополам. Вот это число 1 вторая минус и корней из 3 пополам. Здесь минус 1 вторая плюс и корней из 3 пополам. Здесь, соответственно, минус 1 вторая минус и корней из 3 пополам. и здесь минус 1. Вот их 6 штук корней шестой степени из единицы. Но, на самом деле, когда вы имеете уравнение z в шестой равно единице, вы должны понимать, что многочленок z в шестой минус 1 легко рассматривать гораздо сложнее. Это будет z в кубе минус 1 умножить на z в кубе плюс 1. А это то же самое, что z в минус 1 умножить на z в квадрате плюс z в плюс 1 умножить на z в плюс 1 на z в квадрате минус z в плюс 1. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот это, конечно, решение уравнения z в шестой степени равно единице. Но это заодно и решение уравнения z равна единице. Поэтому это хотя и есть корень шестой степени, но заодно это корень первой степени. Очень важно понимать, что если какое-то число умножить на уравнение z в 25 равно единице, то z в 50-й, z в 75-й, вообще z в степени 25 умножить на любое натуральное число, это тоже будет единица. Поэтому если у вас есть корень какой-то степени, то он заодно является корнем, когда вот эти вот показы, эта степень умножить на любое натуральное число. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, мы это сюда. Вот эта точка, это, конечно, корень, безусловно, шестой степени, но это заодно и корень третьей степени тоже. И это корень третьей степени. А вот это корень второй степени. Идею понимаете? Минус 1 в квадрате это 1. Почему эта точка является корнем третьей степени? Да потому что здесь 120 градусов. 120 умножить на 3, это будет итак 360. А почему это будет в третьей степени? Потому что здесь минус 120, ну или тоже самое 240. 240 умножить на 3 будет делиться на 360. Ребята, значит, из этих шести корней на самом деле по-настоящему корням именно шестой степени, а не меньше, являются всего лишь две точки. Это одна вторая и одна вторая и корням из трех компонов. Так вот, поэтому вводят такое значение. Многочлен Z-1 называют многочлен деления группы на одну часть. F1 это по определению Z-1. F2 это Z-1 F3 интересно, кто-то не догадает, что такое F3 по картинке? Z-1 действительно? Z-2 плюс Z-1 плюс Z-1 почему? А потому что Z-1 как разложилось на 2 множители. Вот этот многочлен делений на 2 части, на 3. Замечайте. Давайте четвертый и пятый я пока отпущу, но потом напишем. а вот многочлен делений на 6 вы уже способны. Z квадрат минус Z плюс 1. Z квадрат минус Z плюс 1. Минус Z плюс 1. Отлично. Господа, а теперь давайте посмотрим F4 это когда мы посмотрим уравнение Z в четвертый равно 1. Замечательно. Z в четвертый равно 1. Значит Z в четвертый минус 1 надо выкладывать на множители. Это Z квадрат минус 1 умножить на Z квадрат плюс 1. Вот это вот это проявление F1 и F2. Соответственно это F4. Господа, Z в четвертый плюс 1. хорошо. Теперь смотрим что такое F5. Надо взять на гащенку Z в пятый минус 1. Это будет Z минус 1 умножить на понятно на что Z в четвертый плюс Z в кубе плюс Z в квадрат плюс Z и плюс 1. И вот тут впервые возникает проблема. вот здесь минус Z плюс вообще первая степень. Вот у этого можно посчитать и колен не извлечется значит он на множители над колен рациональных чисел не разлагается. Здесь корневище смех здесь все понятно не разлагается не разлагается на множители потому что на второй степени это здесь первая сторона вот он возвращается Z в четвертый плюс Z в квадрат и сад а вдруг его можно разложить понят вдруг он разложим на множители оказывается не разложим Пятек это простое число Пятек простое число почему не разложим так вот есть на самом деле два подхода к этому делу один подход работает для действительно вот такого случая для простолучства и еще для некоторых ситуаций называется признак неразложимости Эйзенштейна пожалуй я его даже сейчас рассказывать не буду потому что если бы я его сейчас стал рассказывать то это нас с вами время подняло а главное у нас что называется цель сказать общую теорию а признак неразложимости Эйзенштейна работает для некоторых частных случаев но впрочем для всех простых случаев работает и даже для многих других вот давайте так я не буду сейчас рассказывать а расскажу что на Малом Эхмате была прочитана в свое время длинная серьезная энергия многочлена деления круга где это было рассказано соответственно кому интересно послушайте там все это подробно рассказано я сегодня расскажу общий случай давайте я его даже запишу для того чтобы вы меня потом поймали итак многочлены деления круга неразложим над полем рациональных чисел и давайте сразу напишем с теми с теми многочлена это функция а на самом деле это важный кусок сегодняшнего понятия и это вообще очень важная существенная теорема потому что она объясняет что когда у вас есть корни из единицы то на самом деле присоединяя корни н из единицы вы совершаете расширение не какой-нибудь странной случайной степени а происходит расширение степени фи где фи это функция нер давайте я начать в случае напишу что такое по определению фи от n это количество элементов мультипликативной группы вычетов по моду рент или другими словами это количество таких чисел k что k во-первых расположено от единицы до n а во-вторых взаимно просто с числом n вертикальные балки обозначают количество элементов давайте я боюсь что кто-то может не знать функции поэтому на всякий случай подробно это объясню когда берете любое натуральное число n например это на 10 то вы просто выписываете все числа одного до n и смотрите какие из них имеют общую делительность числом n где вы зачеркиваете а какие взаимно-просты для десятки взаимно-просты с ней числа 1 3 7 9 согласно значит функция эйлера от 10 от 4 для 6 взаимно-просты с числом 6 числа 1 и 5 значит функция эйлера от 6 это 2 кстати у нас как раз там получилось что что получилось я в целом 4 конечно нет от 6 и там написано второе степень так вот господа давайте сейчас я постараюсь без обмана то есть действительно со всеми техническими подробностями доказать это будет уже в общем такое большое достижение то есть Продолжение следует...